Вы еще не поняли, да, что происходит? Я сейчас вам объясню. Я убираю в сторону всю эмоциональную составляющую. Украина с помощью союзников с Запада видит всю российскую армию. Вот все скопления войск она видит. И химарсы по ним работают неделями. По штабам, по складам, по казармам. А потом Украина заходит и за несколько дней забирает обратно огромные территории. Освобождает. И так будет, пока вся территория Украины не будет освобождена. Россия противопоставить не может ничего. Ну, кроме как мирных домов, ненаправленными ракетами. И даже попадание по ТЭЦ никак не решает проблемы России на фронте. За что воюет российская армия? Россияне, ну вы просто попытайтесь задуматься. За что гибнут ваши люди? Чтобы Вова Путин продолжал грабить Россию? Нет, чтобы Вова Путин продолжал грабить Россию. Чтобы все дружки Вовы Путина продолжали грабить Россию. Потом, чтобы все они эти награбленные миллиарды выкачивали, переводили в американские и европейские банки. А потом Европа и Америка все это просто взяла и заморозила. А потом передала Украине в качестве репараций. Ох уж этот Путин. Он и тут всех переиграл. Ох уж этот музей. Продолжение следует...